это еще одна тетрадь где мы куда зарисовывали ката это уже после появилась после многих изысканий вот такую мы сделали заглавную страницу сюда мы как раз писали все что уже более-менее было нами проверено о том что такое ката как тренировать какие основные счет хиян шудан взяли из классика из накаяна также как и все остальные 5 хиянов каждое действие описано в общем то такой фундаментальный тут по тем временам можно было всегда открыть свериться что-то вспомнить этой фотографии не было у накаяма мы это сами дорисовали в общем как и всегда было место для импровизации тыки шудан тоже добавили немножко промежуточных положений для ясности на мяше допустим у накаяма этого не было начальное конечное положение вот интересное таки нидан это даже не сейчас не вспомню как эта книга называлась помню только что там какие-то корейцы все это делали интересное исполнение теки нидан такие своеобразные там было написано что это шатакан в принципе по названию можно было понять теки нидан это еще не так кстати вот хай шуке вместо татэ шуто там так и было это мы не изменяли теки сандан тут самые интересные вообще вещи появляются если кому-то интересно можно я медленно буду листать чтобы можно было потом как-то все это воссоздать дело в том что теки сандан здесь она абсолютно симметрично я уже не говорю про то что тут опять же таки хай шуко вот все так как там было все мы так и нарисовали это мы уже знали теки сандан но потом переучили этот вариант мне тогда понравился больше потому что здесь как первое так второе так и третье теки все эти ката теки были симметричны это сайфа ну взяли мы из книги а я мы там она называлась сайха тоже выучили но как-то так не прижилось как-то не было этого чувства хорошего которая появляется когда понимая что делаешь ката правильно естественно мы делали ее неверно но и она само собой отпала это хангетсу вот как раз после того как я ее узнал у Семенкова мы ее и нарисовали нарисовал я ее сам уж как мог просил валерку но он тогда был занят как-то отнекивался ему это было уже не так интересно это уже был где-то год 81-82 мы уже тогда повзрослели ну и в итоге я засел за это все смог изобразить вот что получилось джи он тоже в то же время тоже я рисовал качество рисунков отличается естественно валерка бы нарисовать намного лучше но главное мне было чтобы эта ката осталась она и осталась Эмпи я сейчас не вспомню кто мне ее показал я ее выучил когда мы уже учили занимались сборной юниоров динамовской вот это из старших учеников тут что-то неверное я сейчас уже не вспомню но в целом схвачено все правильно вот это рисовал валерка кстати Эмпи ему показалось интересным басай дай это вот из той же корейской книги шатакановской это была не оригинальная книга ее ксерокопия некоторые фотографии были размыты туалетка срисовывал басай дай мы знали вот следующее когда там была басай шо тоже мы ее срисовали в общем то движение узнаваемое но тогда басай шо мы никогда не видели пробовали его делать тоже как-то так не было правильного чувства мы ее в общем то отставили так на рисунках она у нас была но мы ее не выполняли и не дан тут пока ничего нет в общем то и не появится ни описание ничего вот это вот одна из форм которые нам тогда говорили что это китайская форма поэтому вот уже валерка я рисовал нарисовал в такой форме в таком обличье интересная карта иногда раз наверное в десятилетие вспоминаем делаем ну а дальше тоже более поздная информация когда уже не было времени на то чтобы что-то рисовать просто записывали то что попадалось в разных источников в основном уже проката шатакан чего-то ничего но вот тогда это была информация передавая поэтому я в общем то это все и записывал опять же тут чисто по по привычке можно так сказать вот ну заканчивается она последняя информация в частности вот ката като хушу тоже описание взято из его организации тут еще много места осталось так что может еще что-то появится вот так вот на кстати незаконное обучение караты не знаю зачем это все написал ну как бы там ни было для памяти себе оставил вот так вот вот так вот Продолжение следует...